Всем привет! Сегодня вам покажу некоторые полезные настройки, которые можно проделать на ваших телефонах, чтобы немного улучшить быстродействие смартфона, чтобы меньше забивалась оперативная память. И в плане визуального взгляда и удобства пользованием, вы сделаете телефон лучше. Сейчас вам покажу некоторые функции, которые встроены в прошивку телефона. И в стандартных настройках вы, к сожалению, не найдете, как их отключить, потому что разработчики урезали, отключили возможность что-то менять в пределах этих настроек. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, показываю, о чем идет речь. Смотрите, когда мы делаем свайп вниз, ну тут здесь понятно, у нас высвечивается какая-то шторка, и в ней находятся иконки для быстрого доступа к каким-то приложениям. Кстати, на данный момент у меня 11 иконок, и больше, меньше я их не могу сделать. Когда нажимаю изменить, то уже назад они не добавляются. На канале есть ролик, как это вообще полностью убрать, потому что это сжирается ваша оперативная память, и все вот эти приложения, они на самом деле в фоновом режиме запущены, даже когда не активны. И вы можете здесь поставить себе только нужные вам вещи, там одно, два, три приложения, которыми вы пользуетесь. Вот, но есть еще одни настройки, которые тоже схожие. Допустим, когда вы запустили несколько приложений, давайте вот проводник и настройки я запущу. И вот, когда я сворачиваю, допустим, в свернутом режиме, вот здесь есть такая строчка. Очистка, антивирус, поиск приложений и игры. И вот эта строчка, она никак не меняется и никак не убирается. Вот проверяйте у себя, если у вас такая строчка, когда вы сворачиваете какие-то ваши открытые вкладки, какие-то приложения. То есть, шторка это само собой, вот она. А вот здесь есть еще одна, скажем так, шторка, которая никак не меняется, никак не убирается. И, конечно же, в первую очередь, это немного забирает оперативной памяти, потому что, опять же, это все в фоне работает постоянно. Забирает часть вашего экранчика, то есть, вот эти иконки уже становятся меньшими. И много на разных форумах ищут информацию, как убрать конкретно вот эту строчку, как ее вообще удалить. Сегодня мы сделаем две полезных вещи. То есть, я сейчас покажу, как ее полностью убрать. Второе, покажу, как ее добавить, если, допустим, все-таки есть люди, которым еще нужны какие-то дополнительные настройки, и вы, наоборот, хотите, чтобы у вас появилась вот эта строчка. То я покажу два варианта, и как убрать, и как добавить, если этой настройки вообще нет. Понятное дело, что у каждого свои предпочтения, потому найдется в любом случае две стороны. Кто-то добавит, а кто-то, наоборот, уберет. Итак, чтобы нам это сделать, нам нужно воспользоваться вот такой программкой, называется SetEdit, либо SetEdit. Запускаем ее. Скачать вы можете ее абсолютно бесплатно с моего телеграм-канала. Заодно подпишитесь, если вам это не сложно. У меня уже вышло много полезных роликов, которые касаются этого приложения. Есть некоторые функции, которые здесь заблокированы, если вы устанавливаете первый раз. Там нужно просто сделать абсолютно бесплатную активацию, которая занимает меньше минуты времени. Я также оставлю ссылочки в описании на ролики, где я показываю, как это легко и просто делать. Это действие нужно будет сделать только один раз, и дальше пользоваться на постоянной основе, без всяких запросов на подтверждение. Итак, вот здесь листаем и ищем нужную нам настройку, которая называется... Вот я долистал до нее, в самом верху смотрите, MIUI Recense Show Recommends. Давайте ближе вам сделаю. Вот в самом верху эта настройка, и здесь стоит единица значения. То есть, что нам нужно сделать? Если мы хотим отключить вот ту шторку, убрать, нажимаем на вот эту строчку, нажимаем «Изменить значение». Давайте при вас вот я элементарно сворачиваю вот эта шторка, очистка антивируса и так далее. Так и остается. Обратно возвращаюсь. Нажимаю значение 0, то есть якобы выключаю. Нажимаю «Сохранить изменение». Опять сворачиваю. И смотрите, где эта шторка. Нет уже этой шторки постоянной, которую якобы и нельзя не отключить через стандартное меню. И ничего туда не добавить нового. То есть мы полностью ее убрали. Еще раз показываю, что мы убираем не вот эту шторку, вот она так и работает, как и работала, а вот эту, которая постоянно висит якобы в недавних. То есть когда вы запустили несколько приложений, там 1, 2, 3, 4, в данном случае вот я запускал проводник настройки и программку SetEdit. И вот здесь постоянно вот эта менюшка, она находится. Для тех, кто наоборот хочет сюда вот эту настройку добавить, ну возможно есть такие люди, которым это нужно. Вы точно так же запускаете SetEdit, находите строку MIUI Recense Show Recommend. Если вы ее не находите, то оставлю текст этой настройки в описании к этому ролику. Просто берете, копируете и вот здесь в самом верху добавить новую настройку. Нажимаете сюда и вот здесь где New Setting вставляете то, что вы скопировали себе в буфер обмена. То есть ту настройку, которую я только что продиктовал. Нажимаете сохранить изменения и следующая строчка. Выставляете значение единицу. Это для тех, кто хочет наоборот добавить. Если вы просто хотите поэкспериментировать, то элементарно вы можете вернуть все обратно, без всяких проблем. Опять же находите вот эту строчку. У меня сейчас нету вот этого меню. Вот я захожу на вот эту настройку, изменить значение. И теперь выставляю единицу. Нажимаю сохранить изменения. Вот при вас сворачиваю. И вот появилась опять же эта менюшка. Конкретно мне она конечно же не нужна, потому я у себя это значение уберу. А вы уже самостоятельно смотрите у себя, нужна вам такая настройка или нет. Можете убирать, можете добавлять. И поделитесь с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok